Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В Кирове меняется оператор учета платы за проезд. С ноября по постановлению администрации города Кирова учет оплаты проезда в общественном транспорте переходит от компании электронной проездной в ведение материнской компании Центральной диспетчерской службы. Через нее же будет проходить безналичная оплата школьного питания, учет прохода детей в школу по электронным картам. Для горожан это повлечь перемен не должно, не должны измениться ни тарифы, ни способы оплаты услуг. Между тем, генеральный директор Кировского автотранспортного предприятия Денис Пырлок в Телеграме сообщает, что перевозчики новому оператору будут платить почти в два раза больше, чем электронному проездному, который получает комиссию 16 миллионов рублей в год. Проиграет в конечном итоге пассажир. На эти средства мы обновляли подвижный состав, о котором теперь можно забыть, пишет Пырлок. В России снова хотят перенести сроки уплаты имущественных налогов. Сейчас крайний срок 1 декабря. Его предлагают перенести на сентябрь. Законопроект внесен в Госдуму и ожидается, что его рассмотрят в течение ближайшего месяца. Авторы поправок считают, что чем раньше граждане заплатят, тем лучше это скажется на сбалансированности бюджета. Деньгами можно будет успеть распорядиться до конца года. В Кировской области в этом году от граждан к 1 декабря жду 2 миллиарда рублей. В завершении курсов валют на сегодня официальный доллар 72,66, курс евро 84 рубля 31 копейка. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика». 101FM Программа «Эхономика»